Вот из этого, на первый взгляд, обычного куска металла получится Олимпийская медаль. Мы увидим все процессы ее изготовления. А именно такую медаль получат победители Олимпийских игр в Сочи. Олимпийские и паралимпийские медали для Сочи делает компания Адамас, официальный поставщик Олимпийских игр. Тендер действительно был для нас очень сложный, в том смысле, что нам пришлось делать и сигнальные образцы медали, нам пришлось показать, что мы соответствуем всем требованиям Международного оргкомитета с точки зрения аудита нашего производства. В общем, это был непростой тендер и непростая технология производства. В 18 часов ювелирная работа уходит, чтобы изготовить одну медаль. Каждая 10 сантиметров в диаметре и весом до 530 граммов. В каждой кусочек поликарбоната, который символизирует лед. Для изготовления Олимпийской медали мы берем вот такую квадратную заготовку размером 120 на 120 миллиметров, толщиной 12 миллиметров. Весит она около 2 килограмм. Серебряная заготовка используется для изготовления серебряной и золотой медали. Бронзовая такая же заготовка используется для изготовления бронзовой медали. Вот на этом токарном станке происходит вырезка заготовки. После этой операции получается вот такая круглая заготовка, но она еще напоминает медаль только по форме. После этого заготовка отправляется на точение корпуса и двух сторон, аверса и реверса, с последующим сверлением крепежных отверстий. С помощью этих отверстий корпус медали будет крепиться на специальных приспособлениях на обрабатывающих центрах для последующей гравировки аверса, реверса и гурта. На этом фрезерном станке ЧПУ наносится на гурте медали, на олимпийской медали название Олимпийских игр на трех языках, на российском, французском и английском. Кроме того, на серебряных медалях и будущих золотых медалях наносятся окна в специально отведенных для этого местах, в которые будет установлено клеймо завода-изготовителя в одном окне и в другом окне клеймо Государственной пробирной инспекции. Также в медалях вырезают отверстия, в которые будут помещены поликарбонатные вставки. На этом станке из поликарбоната толщиной 9,3 мм происходит резко кристаллов. На паралимпийской медали 8 кристаллов разного размера и формы, на олимпийской медали 4. После этого операция гравировки лазерной, так называемое ласкутное одеяло, то есть на каждом кристалле свой рисунок, он является продолжением рисунка, который на корпусе медали. Время для изготовления одного комплекта от медали от 2 до 5 часов. После этого медали отмывают и шлифуют. В соответствии с требованиями заказчика на поверхности медали должна быть вот такая структурированная поверхность, которая получается после обработки алмазным диском. Важный этап изготовления олимпийских медалей – вставка элементов из поликарбоната, представляющего собой кусочек ласкутного одеяла. На каждом этапе в той или иной степени присутствует ручной труд. Самый сложный процесс – сборка и установка кристаллов, работа по доработке паралимпийских медалей и установке элементов азбуки Брайля. Вот в эти отверстия вставляются вот такие микроскопические штифтики. После установки штифтов медаль приобретает вот такой вид. На реверсе медали с рифтом Брайля нанесено «Сочи-2014». Медали «Сочи-2014» войдут в историю олимпийских игр как самые многочисленные. Их будет 1254. Самые разнообразные, поскольку на них появится изображение 12 новых видов соревнований, таких как, например, «слоп-стайл» и «ски-хав-пайп». Ну и, по крайней мере, до следующей Олимпиады они останутся самыми инновационными, потому что технологии их изготовления раньше все вместе не применялись ни в ювелирной, ни в любой другой промышленности. Александр Яковенко, Виталий Савин, Ольга Рожкова, Газета.ру